Все нужное детям. В Ленинском районе Чулябинска завершился ремонт детской городской поликлиники. Реставрационные работы на Копейском шоссе начали проводить в начале 2023 года. Здесь была приведена в порядок регистратура, преобразилось картохранилище, обновили холл, кабинеты, санузлы. Все это позволяет быстрее и эффективнее принимать маленьких пациентов. Сейчас в медучреждении обслуживают почти 3000 малышей со всего Ленинского района. Сегодня экскурсию по отремонтированным поликлиникам провели для нашей съемочной группы. Какие изменения произошли? Подробнее об этом ближайшие 15 минут. Здесь поликлиника работает филиал нашей поликлиники уже очень давно. Это один из филиалов. У нас в поликлинике 5 филиалов. Это один из них. Он не очень большой, но относительно, конечно. Мы оказываем медицинскую помощь здесь, в этом филиале, 3000 детей и подростков Ленинского района. Здесь у нас локализуются три педиатрических участка, дневной стационар, отделение физиотерапевтического лечения, отделение лечебной физкультуры, массажный кабинет. Цель этого филиала приблизить к пациентам, к нашим, ту службу, ту медицинскую помощь, которая нужна, вот скажем, в шаговой доступности, куда обращаются часто, куда обращаются практически малыши чуть ли не ежедневно, еженедельно. Если нужны какие-то более серьезные методы обследования, то, конечно, мы направляем в наши центральные филиалы. Поэтому здесь у нас вот как раз помощь, которая приближена непосредственно к нашему населению. Не так давно грандиозные изменения оценила заместитель министр здравоохранения Чулябинской области Наталья Шеломина. Здесь заменено все. Здесь заменено оборудование электрическое, водоснабжение, отопление. Очень важны цифровые все системы, безопасность, камеры. Здесь сделан косметический ремонт. Все это соответствует брендбуку современному, принципам бережливой поликлиники. То есть как раз то, что сейчас очень востребовано, что очень повышает комплаентность, то есть приверженность пациентов к лечению. А приверженность пациентов, комплаенс, это очень важная составляющая терапии, потому что именно когда пациенты идут и их родители с удовольствием, когда они понимают, когда они принимают это лечение, когда оно не вызывает у них дискомфорта, это мы достигаем самую большую эффективность назначенного лечения и профилактики. В этом здании физиотерапевтический кабинет изначально работает с момента открытия. Вот физиотерапевтических кабинетов в нашей поликлинике два. Один на этой территории находится, один на территории Новороссийской 65. Оба кабинета в этом году отремонтированы полностью, капитальный ремонт был произведен, закуплено новое оборудование, мебель. То есть сейчас на данный момент все чистенько, аккуратненько, все, что соответствует нашим законам. В данном кабинете у нас представлены множество физиотерапевтического оборудования, такие как УВЧ, тубус-кварц, амплипульс, светолечение, то есть луч, магнитотерапия. На данный момент девочка получает у нас лечение на аппарате УВЧ, то есть лечим легкие после перенесенной пневмонии. Тубус-кварц вообще пользуется большой популярностью в нашей поликлинике, потому что это лечение непосредственно органов лор, нос, горло. Дети сидят за ним очень спокойно, и процедура занимает очень короткое время, буквально 30 секунд достаточно для того, чтобы пройти лечение на этом аппарате. Но эффект от него очень положительный, его и родители, и дети любят. Также есть аппараты для лечения опорно-двигательного аппарата, то есть дети, которые приходят от травматолога-ортопеда к нам. На данный момент у Талмак, его многие пользуются этим аппаратом и дома покупают, но это его увеличенная версия для поликлиники, для большого использования. Электрофорез тоже для лечения патологии опорно-двигательный, это остеохондрозы, корешковые синдромы. Тоже лечение занимает не такое большое количество времени, а эффект положительный. Это аппарат амплипульса низкочастотной физиотерапевтической, очень хорошо проходит лечение боли. Ну, с учетом того, что все чистенько, аккуратненько, конечно, очень радуются наши пациенты тому, что было произведено. Физиотерапевтический кабинет всегда пользовался спросом и на данный момент, то есть большой поток пациентов всегда идет, тем более у нас принимают такие специалисты, как невролог, ортопед, хирург, ну и после лечения даже соматического заболевания у педиатра тоже требуется физиотерапевтическое лечение. Поэтому мы как можно больше сохраняем наш физиотерапевтический кабинет и стараемся приобретать новое оборудование для лечения наших пациентов. Магнетотерапию, сейчас в данный момент проводим магнетотерапию, она используется у нас часто при сколиозах, то есть улучшается кровообращение, заснимается боли. Вот, после процедуры они идут у нас на ЛЦК дополнительно занимают. Выбираем программу, у нас программ очень много, именно для этого заболения 37-е мы включаем. Всем очень нравится, нам тоже очень нравится здесь работать. Мы тоже очень довольны кабинетом, потому что у нас давно уже не делалось ремонта. Тут, конечно, все яркое, детям очень нравится и нам нравится. Повышается работоспособность, мы всегда веселые, приветливые, хорошее настроение у нас всегда на работе. Так что мы очень благодарны администрации, что как бы дошло очень и до нас. Это всегда же приятно и самым, и посетителям, и особенно детям. Они сразу приходят и глаза у них разбегаются по стенах на жалюзи. Мы сейчас находимся в дневном стационаре. Отделение в месяц обслуживает порядка 65-70 детей. Это дети, которые приходят с такими диагнозами, как бронхит, пневмония, анемия легкой степени. Также у нас встречаются диагнозы. Прием и обслуживание пациентов проводит врач-педиатр дневного стационара, который наблюдает и выписывает по выздоровлению. Вова, скажи, пожалуйста, что тебя беспокоит? Да ничего не беспокоит. Ничего не беспокоит. Не переживай, сейчас я проведу осмотр. Посмотрим горлышко, послушаем тебя. Хорошо? Хорошо. И будем лечиться с тобой. Дыши глубоко. Молодец. Поворачивайся спинкой. Давай будем смотреть горлышко. Молодец. Так, не больно? Нет. Пойдем посмотрим животик тебе. Ножки сгибай в коленочках. Не болит живот? Не боли. Если где-то болен, расскажешь. Хорошо? Все, вставай. Особенностью дневного стационара является то, что мы назначаем лечение пациентам, а также выдаем здесь препараты. У нас есть в арсенале противокошлевые препараты, симптоматическое лечение, а также жаропонижающие средства. Теперь ребятня с другим настроением ходят на процедуры. А еще в поликлинике появилась собственная лаборатория и современный рентгенаппарат. Эти кабинеты находятся в отдельном здании на машиностроителей. Благодаря таким преображениям анализы и снимки теперь готовятся в течение нескольких часов. Это сильно упрощает работу докторов и облегчает жизнь родителям маленьких пациентов. Нам сделали кабинет в 2020 году, в сентябре месяце. Поликлиника получила замечательный наш рентгеновский аппарат фирма «Филипс». Он цифровой, на два рабочих места. Здесь у нас идет стоечка, то есть это вертикальная стойка, где мы делаем череп, грудная клетка, шея, на плоскостопие, потом на косолапость, очень много. И детки у нас еще проходят в горизонтальном положении исследования. Также может быть и грудная клетка младенца, которые, к сожалению, пока не умеют стоять. Они у нас лежа исследуются. Ну и кости таза, позвоночник, поясничный отдел, коленочки. Он цифровой и во время съемки он сам выбирает нужные технические условия, которые необходимы именно для этого малыша. Конечно, есть ручное управление, то есть я могу сама задать необходимые технические условия, но в частности я пользуюсь автоматикой. Когда я навожу трубку, допустим, вот на стойку, здесь у меня стоит пациент импровизированный. Выбираю у себя на мониторе необходимую область исследования, допустим, грудная клетка. Все, аппарат сам выбирает необходимые технические условия, исходя из возраста, плотности ребенка, всех его там параметров, которые забиты были в компьютере. И я произвожу просто снимок. Когда я вижу, что немножко завышены киловольты, я их немножко снижаю, потому что иногда я бы не дала столько малышу. Дала бы чуть поменьше. Также у нас в кабинете имеются защитные средства. Что мне здесь понравилось, то, что предусмотрели и взрослый фартук для родителей. В детских поликлиниках, в принципе, должен быть, но не всегда встречала, честно. Есть маленький фартук, это деткам одеваем. Деткам побольше, слава богу, нам дали большой фартук. Юбка защитная. Это тоже для деток большая. То есть она идет полностью, закрывая деток. И для детишек помладше вот такой передничек. То есть здесь тоже предусмотрели. Есть у нас протекторы, когда работа идет на столе. Тут различные протекторы, которыми мы также работаем. Вот они здесь разные. И для ганат, и для молочки также закрываем. И для щитовидной железы. Это для деток постарше. Вот у меня на столе еще, вот он, после обработки высыхал. Для маленьких деточек. Снимок я вижу тут же. Описание происходит в течение минут 10-15. И все, описание уже в барсе. У кого из врачей подключена комета, это вот общее хранилище всех снимков, то ортопеды, травматологи, ну вот у кого комета подключена, они, в принципе, снимок видят уже через 5 минут. То есть пока пациент идет до врача, врач уже снимочек посмотрел и уже проанализировал, как дальше с ребенком поступать. После того, как мы закончили съемку, детеныш сюда уходит уже на выход. И в качестве такого вот презента я придумала вот такие вот рисуночки. Почему? Раньше у меня здесь стояла вазочка с конфетами, либо печеньки. Но я столкнусь с такой проблемой, что очень многим детям нельзя. Очень много диатеза, целяйки, различных непереносимости каких-то вот компонентов. И так что-то я подумала, решила вот такие вот рисуночки. Причем многие дети, когда заходят, не хочу, не буду, плакают. А я говорю, а ты рисовать любишь? Он такая, да. Я говорю, а разукрашивать? Тоже. Я говорю, давай, иди выбирай, и мы с тобой потом пойдем фотографироваться. Ну и слово за слово, и все, мы потихонечку, потихонечку уходим на съемку. Ну вот как-то так. Некоторым забирают и по два, и по три рисунка. Я говорю, да бог с тобой, забирай, только не плачь. Новейшее оборудование помогает специалистам быстро и качественно определять состояние организма ребенка. А современные дизайны, цветовое решение в холлах и кабинетах соответствуют стандартам так называемой бережливой поликлиники. По такой же программе в регионе отремонтируют и другие учреждения первичного звена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok